Здравствуйте и спасибо большое, что нашли для нас время. Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте, если совсем с общего вопроса начнем, об уровне консолидации, об уровне объединения украинского общества, учитывая, что политическая жизнь в Украине всегда была сверхбурная, там всегда было какое-то политическое противостояние. Оно было. Да, в отличие... Для нас в России, в смысле для нас, людей, которые наблюдали за политикой в России, все это кажется бурным и прочим, потому что у нас ее не было просто последние годы, точнее, она была за пределами закона, за пределами всего. Поэтому для нас вот это казалось бурным. И бац, то есть вторая фаза этой войны, 24 февраля, когда идет наступление, мы видим консолидацию украинского общества. И вот мы видим, например, директор Института социологии Академии наук Украины Евгений Головаха заявил, что более 80% украинцев верят в победу Украины в войне. По его словам, до начала войны многие в разговоре с социологами сомневались, может ли страна удержаться в случае нападения Россию. А надежды было мало. Сейчас надежда стала доминирующей эмоцией. Как вы видите внутри украинского общества, что сейчас проявляется, и каким образом вот это объединение сформировалось, и остается ли оно сейчас? Я думаю, что оно остается, и оно сформировалось действительно в первые дни российского нападения. Это было общее объединение, не объединение вокруг президента. Хотя его рейтинги просто необычайно возросли. У нас никогда таких рейтингов не было. По исследованиям, которые были в начале марта, рейтинг поддержки президента Зеленского достигал 90%. Такого никогда не было, и, может быть, никогда уже и не будет. Но это было следствием того, что появился общий враг. Общий враг, который объединил всех. Зеленский оказался вместе со своим народом. Люди оценили его личное мужество, когда он остался в стране, и когда он действительно очень активно пособствовал этому объединению и подъему общенациональному в борьбе против российской агрессии. К тому же он очень активную роль сыграл и в работе с международным общественным мнением. Поэтому поддержка Зеленского тоже остается очень высокой. Последний месяц не было исследований по рейтингам политическим. Предыдущие исследования еще в апреле показывали, что он несомненный лидер, точно так же, как и его партия. Другое дело, что, конечно же, есть и те, кто как критически относился к Зеленскому, так и критически относятся к нему. Но общий враг объединяет. Вот это самое главное. Тут главный фактор рейтинг раскола был, это не отношение к Зеленскому или к Порошенко, это скорее наличие пророссийских сил, у которых был достаточно устойчивый электорат, гораздо меньше, чем до 2014 года. Но где-то процентов 10-15 сторонников у них было. А сейчас, как показывает опрос общественного мнения, уровень их поддержки сократился. Даже те политики, которые раньше выступали за дружбу с Россией после 24 февраля, многие из них, не все, конечно, но многие из них выступили с критикой российской агрессии. И, конечно же, на стороне своей страны в отражении российского военного вторжения. В этом плане единство сохраняется. Хотя, естественно, люди реагируют по-разному. Есть активная часть общества, многие ушли на фронт, либо готовы идти на фронт. Очень активно развивается волонтерское движение. Но есть и люди, которые, конечно, просто испугались войны, уехали, либо вынуждены были покинуть свои дома. Есть те, кто выжидает, когда война закончится. Люди, которые относительно пассивны. Но, в целом, конечно, уровень патриотизма в стране резко возрос. И общенациональное единство, противодействие российской агрессии действительно наблюдается. Владимир Вячеславович, хотел бы у вас уточнить. Вот конкретно сейчас мы видим невероятную консолидацию вокруг Зеленского. Точно, вот вы только что сказали, что рейтинги какие-то запредельные. Но до войны, вот за эти три года, недавно поздравлял как раз Михаил Подоляк Владимир Зеленского с годовщиной инаугурации. Он производил впечатление не то, чтобы очень сильного президента. Как вам кажется, эта консолидация, это что-то, что останется с ним и после войны? Стал ли Владимир Зеленский качественно другим политиком, вот так хорошо выполняя свои прямые обязанности во время войны? Как его фигура изменилась и есть ли у него политическое будущее, учитывая, что Владимир Зеленский приходил с обещанием мира и с обещанием единственного президентского срока? Ну, победил он не из-за обещаний мира. Это один из распространенных стереотипов, что якобы проголосовали за него, потому что он обещал мир. Это очень большое упрощение. Он победил как альтернатива старым политическим элитам. За него проголосовали как за неполитика, как за совершенно другую фигуру, чем представители старых политических элит. Под старыми элитами, что важно понимать, большинство украинцев в 2019 году понимали всех политиков, которые уже были при власти. И тех, кто был при власти при Януковиче, и тех, кто пришел к власти после 2014 года. Было большое разочарование на тот момент в Порошенко. Это тоже сыграло пользу Зеленского. Поэтому он победил как альтернатива старым политическим элитам. Был запрос на новые лица. И, конечно же, Зеленский пришел к власти, не будучи готовым к этой власти. И ему на ходу пришлось формировать команду. Было много ошибок кадровых. Были и ошибки в конкретных политических решениях. Он менялся за эти годы. Действительно, многим он казался очень слабым президентом. Некоторые считали, что он сломается и сам идет в отставку буквально чуть ли не в первые месяцы своего правления. Или вот когда началась эпидемия COVID-19. Я знаю, было много слухов, что вот еще немного и Зеленский сам идет. Ну что, я думаю, это истереотип, что он слабый. Он на самом деле достаточно волевой человек. Он хороший менеджер, как говорят люди, которые работали с ним еще до 2019 года в шоу-бизнесе. Он, я бы сказал, исповедует такой вдохновляющий тип лидерства. Он может быть эмоциональным генератором для своей команды, для своих сторонников. И в 2019 году, когда он стал президентом, у него также были рекордные уровни поддержки. Почти 80%. Он тут почти догнал Путина или догнал Путина на тот момент. У нас никогда таких уровней поддержки не было. Но в 2020 году, в 2021 году уровень поддержки сократился, потому что были большие и социально-экономические проблемы из-за COVID-19. И были, конечно же, разочарования в нем по разным причинам. Ему многое не удалось. В том числе он попытался решить проблему войны и мира, но столкнулся с тем, что Путин был готов на мир только на своих условиях. Однако в прошлом году Зеленский тоже многих удивил. Он вообще часто удивляет. Он делает иногда вещи, которые никогда в украинской политике никто не пытался делать. Он первым решился на земельную реформу. Отменил мораторий на куплю-продажу сельскохозяйственной земли. Это еще в позапрошлом году произошло. В прошлом году он начал атаку на Медведчука и на пророссийские силы. Этого тоже никто от него не ожидал. Потом начал антиолигархическую кампанию, создавая для себя большие риски. И против него началась большая медийная кампания. Но это Зеленский. Он действительно может действовать очень нестандартно. Нестандартно себя повел и в первые дни, недели российской агрессии. Оценили даже его противники. Я помню тогда люди, которые были резкими его критиками. В том числе в националистическом лагере. Некоторые даже сторонники Порошенко. Они тогда писали, что поддерживают президента и забывают прошлое. Известный наш писатель Жадан. Он до войны еще написал со своей группой резкую критическую песню против Зеленского. Убрал эту песню с началом войны. Это признаки того, что отношение к Зеленскому поменялось. Это не консолидация вокруг Зеленского. Это консолидация Зеленского и народа в борьбе против общего врага. Вот это более точная оценка. Владимир, скажите, пожалуйста, то, что сейчас происходит, война, которая сейчас происходит, ее часть, которая началась 24 февраля, она же довольно чудовищна для Украины не только в смысле прямых убийств, ракетных обстрелов, изнасилований и прочих ужасов, о которых говорят постоянно и правильно делают. И мы говорим, и будем говорить. Но и разрушением экономики, инфраструктуры, разрушением возможности там нормально функционировать. То есть каждый день войны это продолжение такого бесконечного ада. И здесь встает вопрос, насколько долго, на ваш взгляд, готов будет народ Украины к тому, чтобы это существовало в контексте того, что вот перейдет, допустим, сейчас Украина в контрнаступление. Я надеюсь, успешно. Весь мир надеется успешно. И Владимир Путин, наверное, начнет предлагать какие-то переговоры еще активнее, заключать какие-то новые соглашения, наподобие Минских, которые тоже не будут работать на его условиях, сохранять завоеванные территории, ну как оккупированные нынешним территории. На ваш взгляд, насколько народ Украины, потому что Зеленский постоянно говорит, что он будет его спрашивать и будет делать так, как народ Украины хочет, насколько он будет готов на какие-то, знаете, что называется, компромиссы или настроение в обществе сейчас, чтобы войну эту закончить победой, как бы долго не пришлось ее получать? На данный момент доминирует настроение в пользу полного освобождения оккупированных территорий. Вот это доминирующее общественное настроение и последние социологические исследования это подтверждают. Естественно, и сам Зеленский, и руководство страны это учитывают. Они говорят то же самое. И было бы странно, если бы они говорили и действовали несколько иначе. Ну вот сам Владимир Зеленский в своем последнем интервью, как раз вот к трехлетию инаугурации на пост президента, он его давал, кстати, тоже вот интересная такая деталь, давал вместе с своей супругой. Это выглядело так по-домашнему и в такой более мягкой атмосфере. И надо сказать, что вот, кстати, первая леди, она приносит вот такую как бы мягкую ноту и к ней с уважением тоже относится в обществе. Она не злоупотребляет своим влиянием, скорее вот дополняет образ Зеленского. Так вот, в этом интервью Зеленский сказал, что он понимает, что так или иначе войну придется заканчивать дипломатически. Пока сложно говорить, как это будет. Вот то, о чем вы сказали, да, есть, конечно же, риск того, что война затянется. Уже сейчас есть проблемы серьезные, которые, кстати, неизбежно будут бить по популярности из Зеленского, будут ее снижать. Потому что есть проблемы и с топливом, водителям не хватает и бензина, и дизеля. Есть, конечно же, масса других проблем социально-экономических. Их уровень жизни уже снижается, будет снижаться. Будет тяжелый послевоенный период. Это все вызовы для Зеленского. И нынешние потенциальные. По миру, действительно, можно сразу же сказать. Пока сейчас эта дискуссия скорее в социальных сетях и скорее такая, что называется, на перспективу. Но то, что будут разные мнения, разные позиции, у меня нет сомнений. Будут сторонники, противники, вернее, любых компромиссов с Россией. Любых. О чем бы они ни были. Тем более, компромиссов в форме перемирия. То, что называют Минск-3. Эта позиция будет точно критиковаться. Но часть общества может это и поддержать. Потому что, если другого выхода не будет, а это будет необходимо для прекращения войны, эта позиция может быть поддержана. Но все будет зависеть от конкретных обстоятельств. На сегодня, на данный момент, и сам Зеленский, и руководство страны в целом, и большинство украинцев, категорически против территориальных уступок России, чтобы отказываться от украинских земель. И речь идет не только о Крыме и Донбассе. Речь идет, например, и о том, что мы не будем отказываться от Южной Украины, Херсонской области. Там вообще живут преобладающие населения, это этнические украинцы. Это просто оккупация, которая уже встречает сопротивление. Там партизанская война уже идет. Поэтому, естественно, Украина и сам Зеленский не будут этого признавать. Но тяжелые испытания Зеленского ожидают, и не только в плане поиска каких-то компромиссов для выхода из войны. Но, думаю, прежде всего будут социально-экономические вызовы. Это особенно в случае затягивания войны и в послевоенный период. Спасибо большое. Владимир Вячеславович Фисенко был у нас в студии. Ну, удаленно, конечно. Надеюсь, что когда-нибудь мы сможем приехать и поговорить с вами лично. Очень интересно. К сожалению, времени совсем немного. А вот украинская политика, это то, что заставляла нас с завистью смотреть на то, как много всяких разных интересных процессов. И что-то может меняться в стране. И это, наверное, то, чего Путин так и не смог простить ни Владимиру Зеленскому, ни Петру Порошенко. Ни Украине, в принципе. Спасибо большое. Владимир Фисенко был с нами на связи. Спасибо. 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 Спасибо.